МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Папа Франциск работает даже свой отпуск. Папа Бенедикт XVI делится воспоминаниями о своем понтификате. Знакомьтесь с Джоном Клейном, музыкантом, который вступил в монастырь. Все это и гораздо больше в Ром-репортс для России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Милосердие не должно быть для нас абстрактным понятием, а должно стать стилем жизни. На этот раз Папа призвал людей закатать рукава и совершать милосердные дела каждый день. Понтифик в очередной раз напомнил, что главный враг человечества сегодня – это безразличие к страданиям других. Люди, которые живут, не замечая потребностей других, не видя множества духовных и материальных нужд, живут безжизненно. Эти люди не служат другим. К чему же тогда сама жизнь, если в ней нет места для служения другим людям? Перед лицом нищеты, которую создает культура благосостояния нашего мира, христианин должен смотреть в корень, подчеркнул Святейший Отец. Что же значит смотреть в корень? Это значит смотреть на Христа и видеть Его в голодном, заключенном, больном, лишенном всего, в человеке, потерявшем работу, который должен содержать семью. Именно этого Господь просит от нас – видеть Его в других людях. Почему же? Потому что именно так Христос смотрит на меня и на всех людей. Во время юбилейной аудиенции Папа вспомнил несколько моментов из своей поездки в Армению и упомянул, что планирует еще раз посетить Армению, Грузию и Азербайджан в сентябре этого года. Летом многие отправляются на каникулы, и Папа тоже отдыхает в своем стиле. Он продолжает проводить юбилейные аудиенции, а также работать в Доме Святой Марфы. Его ежедневное расписание не изменилось. Он просыпается в 5 утра. Но в этот период понтифик посвятит больше времени чтению, молитве и изучению. Возможно, напишет речи для запланированных в ближайшее время визитов. Расписание встреч все же претерпело некоторые изменения. Так отменены все общие аудиенции в среду в течение июля месяца. Но Святейший Отец продолжит традицию молитвы Ангел Господень из окна апостольского дворца. Он также продолжит частные аудиенции, но не в таком интенсивном режиме, как обычно. Июль этого года будет отличаться от других лет. С 27 по 31 июля Папа будет в Польше на встрече с молодежью всего мира. Это важная поездка. Там тоже запланированы мероприятия по посещению концентрационного лагеря в Освенциме и Санктуария Божьего Милосердия. 4 августа Папа Франциск посетит Осизи и помолится в старинной часовне Парциункула. Этот визит Святейшего Отца приурочен к 8 столетию Осизского помилования, которое в этом году совпадает с юбилеем милосердия. Паломники, посетившие одну из францисканских церквей в Осизи, в первые дни августа могут получить полную индульгенцию. В августе возобновится проведение общих аудиенций по средам, но их планируют проводить в зале Павла VI, чтобы избежать жары. В сентябре Папа вернется к своему обычному загруженному расписанию. Воскресенье после полуденной молитвы к Богородице Папа Франциск вознес вместе с верующими молитву о жертвах терактов в Даке, Бангладеш, который произошел в ночь с пятницы на субботу, а также о жертвах терактов в Багдаде. Я выражаю соболезнования семьям погибших и раненых во время нападения, произошедшего вчера в Даке, а также в ходе террористических актов в Багдаде. Давайте помолимся вместе. Давайте вместе молиться об умерших и попросим Господа обратить сердца ослепленных ненавистью преступников. А до этого Папа обратился к молодежи, вспоминая Евангелие этого дня, где говорится о том, как Иисус отправил 70 апостолов на проповедь в близлежащее селение. И вот я размышляю над таким вопросом. Сколько из вас тех, что находятся здесь на площади, чувствуют призыв Господа следовать Ему? Не бойтесь, будьте мужественными и распространяйте пламя апостольского рвения, которое нам показали эти примерные ученики. Для Папы наступивший июль станет месяцем тишины и уединенной работы. До Всемирного дня молодежи он примет участие только в некоторых публичных мероприятиях. Этот человек Гордон Селиндер прошел 2300 километров пешком из Дублина в Рим, собирая пожертвования в пользу организации, помогающей беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. Своим подопечным организация предлагает альтернативу аборту. Там работают специализированные медики. Они ищут выход из каждой сложной ситуации. За два месяца пути Селиндер собрал около 700 евро, больше всего во Франции, Швейцарии и Италии. Он проходит 40 километров в день по исторической дороге Франков, которая начинается в Кентербери и заканчивается в Риме. Вдохновение совершить этот путь я получил во время Адвента. Моя цель – пробуждать людях уважение к жизни от зачатия до естественной смерти. Вот я иду ради беременных женщин, ради их детей и ради всех правительств мира. Проходя по этому пути, голодая и молясь, он надеется повлиять на законодательство по всему миру. Он особенно хочет верить, что в юбилейный год политики будут милосердными к нерожденным детям. Я думаю, что борьба за жизнь – одна из приоритетных целей Церкви. Но нужно понимать, что если кто-то растет в такой атмосфере, где вера не так сильна, то очень легко стать теплохладным или запутаться в фундаментальных вопросах. По возвращении домой он планирует продолжить свою миссию за жизнь, работая волонтером в этой организации. А также он не планирует останавливаться на этом паломничестве. В следующем году он хочет дойти до Святой Земли. Но это решение он окончательно примет после того, как его ноги восстановятся после двухмесячного пути. Самая известная резиденция Папы находится в местечке Костель-Гондольфо. Святой престол построил ее в начале 17 века. Она расположена в 30 километрах от Ватикана. Папа Иоанн Павел II, как и Папа Пий XII, предпочитали именно там проводить летние каникулы. Смотрите далее. Лефеврианцы вновь отвергли предложение Папы восстановить полное единство с церковью. Вы смотрите Ромрепортс для России. Церковь часто называет Папу Бенедикта XVI учителем богословия на коленях. В сентябре этого года планируется выход новой книги о нем. На самом деле это будет интервью с Папой немецкого журналиста Питера Сивальда. Папа на покое ответит на вопросы о своем бандификате, отставке и последователе. В книге 288 страниц. Она содержит интересные факты. Например, о том, что после избрания Папой Бенедикт XVI не мог спать несколько дней. А также о его беспокойстве перед отставкой, когда он боялся несвоевременной огласки. Папа Бенедикт рассказывает о том, что следил за выборами нового понтифика. И что был удивлен и очень радовался, когда увидел, как новый папа молился и общался с толпой людей на площади. Это будет первая в истории книга, написанная Папой на покое. Ей уже пророчат судьбу стать бестселлером. Это уже четвертое интервью, которое Папа Бенедикт дал Питеру Сивальду. Ранее были два длинных интервью, когда Папа был еще кардиналом, а потом одно во время его понтификата. Так называемые лефеврианцы вновь отвергли предложение Папы восстановить полное единство с римско-католической церковью. Попытки сделать эти были предприняты еще Папой Иоанном Павлом II, а потом его последователем Бенедиктом XVI. Напомним, что священческое братство Святого Пия X было создано в 1970 году архиепископом Марсилем Лефевром. Оно объединяет католиков-традиционалистов, не принявших решения Второго Ватиканского Собора в части реформы богослужения, расширения практики экуменизма, необходимости диалога с иными религиями и прочих нововведений. В этот раз Ватикану было объявлено в весьма высокомерном тоне, что Братство Святого Пия X не ищет в первую очередь канонического признания, на что имеет право, и что это случится не раньше, чем будет избран Папа, который будет поддерживать возврат к священному преданию. Кроме того, они сказали, цитата, что проповедь католической доктрины подразумевает устранение ошибок, которые укоренились и в настоящее время активно проповедуются многими пастырами вплоть до самого Папы. Лефевристы представляют собой сообщество самых ярых критиков Второго Ватиканского Собора в церкви. Их основатель, архиепископ Марсель Лефевр, в 1988 году рукоположил четырех епископов, несмотря на запрет Папы Иоанна Павла II. Он оправдал свое действие тем, что в этом была нужда, учитывая кризис в церкви, в результате чего Папа Иоанн Павел II отлучил Лефевра от церкви. В 2009 году в качестве доброй воли Папа Бенедикт XVI упразднил отлучение от церкви, чтобы сделать возможным последующие шаги к примирению. Но поскольку группа все еще рьяно отвергает решение Второго Ватиканского Собора и большую часть современного учительства церкви, то ее положение остается спорным. Согласно данным 2014 года, братство насчитывает 589 священников. В 37 странах, которые ведут деятельность еще в 33 других странах. Несмотря на их преданность традиционной литургии, многие их поступки свидетельствуют о том, что они не имеют единства с Римом. Похоже, они продолжают пребывать в заблуждении, что именно они, а не Папа, знают, кто такой католик и кем он не является. Уже второй раз в Ватикане проходит конференция по вопросам, касающимся поиска средств для помощи нуждающимся. На ней присутствуют лидеры католической церкви и успешные бизнесмены. Два года назад мы пытались представить концепцию социальных инвестиций в церкви, особенно в разные католические организации, потому что мы хотим объяснить, как работает так называемое инвестирование в социальный эффект или преобразующее инвестирование. Сегодня мы пробуем найти условия, при которых благотворительные организации могут быть вовлечены в эту модель и использовать доходы от капитальных вложений на поддержание своей деятельности на благо бедных. Трехдневная конференция так и называется «Сделаем юбилейный год Милосердия годом преображения бедных». Конференция проходит под эгидой Папского Совета Справедливости и Мира и при поддержке католической службы помощи. Я очень надеюсь, что мы обретем этот новый способ смотреть на ресурсы не только церкви, но и на многих людей с такой точки зрения, когда они могут работать для нужд самых обделенных. В прошлом люди заботились только о том, как заработать деньги, и только такое понимание инвестиций мы все знаем. Но мы надеемся, что произойдет культурный сдвиг, дабы мы смогли понять, что есть смысл нанимать тех людей, о которых часто думают в последнюю очередь в контексте повышения прибыли не только руководителей, но и мировых инвесторов. Цель – продвигать социальную миссию церкви, а также разработать подходящую инвестиционную платформу организаций. По сути, церковь и финансовые институты ищут способ сотрудничества, обеспечивая социальные выгоды нуждающимся и строительство нового вида экономики. Я думаю, что инструменты капитализма, деньги, финансы корпорации могут послужить социальному благу, и в конце концов они всегда использовались для достижения социальных благ. Нам остается убедиться, что они действительно используются по назначению. Так мы решим множество проблем в этом мире. Сознательные инвесторы, собравшиеся на конференции, изучали способы инвестиций в благотворительные организации, чтобы повлиять на жизнь многих обездоленных и беженцев. Эта женщина стала лучшим учителем мира в 2016 году. Ее зовут Ханан Аль-Харупа. Она родилась в лагере беженцев в Палестине. Ее жизнь сложилась так, что теперь она работает учительницей в палестинском лагере беженцев. Насилие, которое видели мои дети, сильно их травмировало. Но мне удалось спасти их и преодолеть последствия. Но не у всех детей есть мать или учитель, который способен им помочь. Я разработала специальный метод, который помогает детям расти здоровыми, преодолевать психологическую травму из-за насилия, царящего вокруг них. Главное в ее методе обучения – это доверительные, уважительные, честные и теплые отношения между учителем и ребенком. Она учит детей работать в группе, следя за продвижением каждого, отвечая на их индивидуальные нужды и вознаграждение за хорошее поведение. Она основала свой метод на двух фундаментальных принципах – никакого насилия и учимся через игру. Увиденное насилие очень долго воздействует на жизни ребенка и не позволяет ему принимать решения. Моя жизнь была сложной, но я научилась превращать боль в надежду. Я стараюсь учить детей важности диалога. Я говорю им, что через диалог рождаются новые надежды. Я учу их ценностям, с помощью которых они построят лучший мир и смогут принять других людей и принять различия. Папа Франциск одобрил ее метод, пригласив ее в Рим на аудиенцию. Со встречи с папой мне больше всего запомнилась его улыбка, его способность распространять любовь и мир. Он проповедует о том, что мы должны любить друг друга. И я хочу проповедовать это же послание. Несмотря на награду, она продолжает работать в родной школе в Вифлееме. Она надеется, что ее ученики не станут жертвами безразличия и насилия, и что однажды они принесут мир на эту землю. Как долго длилось папство Бенедикта 16-го? А. 5 лет, Б. 6 лет, В. 7 лет. Выберите правильный ответ. Вы смотрите Ромрепорт для России. Как долго длилось папство Бенедикта 16-го? А. 5 лет, Б. 6 лет, В. 7 лет. Правильный ответ В. Понтификат папы Бенедикта 16-го длился 7 лет и 10 месяцев. Учитель истории. Он очень увлечен своим делом. Он всегда спрашивает, все ли нам понятно. На его уроках весело. Моя учительница истории. Благодаря ее урокам я захотел путешествовать. Мою любимую учительницу зовут Синти Томас. Она преподает в Японии. Я училась там в международной школе. Она была моим учителем английского. Больше всего мне запомнилась моя учительница истории. Ее уроки были всегда интересными. У нас были сдвоенные уроки. Мы смотрели разные видеоматериалы. Мой любимый период истории был при президенте Джонни Кеннеди. Я люблю историю. Но история для меня воплотилась здесь. Это захватывающее событие быть здесь, в Риме. Все эти достопримечательности – чистая история на каждом углу. Я обожаю это место. Я хочу жить здесь. Даниэль Пахельо – молодой испанский священник, который постоянно придумывает инновационные способы проповеди Евангелия. Он преподает в школе и пишет рэп-композиции. Однажды он играл в популярную компьютерную игру «Майнкрафт» с шестилетним племянником, когда ему пришло в голову, что эту игру можно использовать для уроков катехизиса, которые он ведет для детей 12 лет. Его инициатива имела такой успех, что главный исполнительный директор компании «Майкрософт» Сатья Наделла посетил его школу. Интернациональная корпорация пригласила молодого священника представить свой проект в Брюсселе. Представьте себе, такого со мной еще не было, но однажды я пропустил урок, а позже ученики в коридоре спрашивали меня о том, когда будет следующий урок катехизиса, потому что ему очень интересно на уроке. Цель обучающего проекта – построить церковь в Брюсселе. Ученики сначала изучают основы внутренней и внешней архитектуры, а также обязательные части постройки, из которых должна состоять католическая церковь. Для этого молодежь идет в настоящие церкви, делает заметки и доклады, прежде чем строить свою виртуальную церковь. Они хвастаются своими достижениями родителям. Даниэль уверен, что игровая форма обучения помогает детям не бояться задавать вопросы о религии. Опубликован состав набора для паломника, который будет выдаваться в Кракове. Каждый молодой участник Всемирного дня молодежи получит рюкзак – голубой, красный или желтый, кому как повезет. В рюкзаке будут лежать браслет Розария с надписью «Иисус, уповаю на тебя», шарфик из микрофибры, многофункциональный платок, который сможет защитить от солнца, а также дождевик на случай дождя. В помощь паломникам там также будет книга с расписанием мероприятий, гид по местности и молитвенник под названием «Иисус, я уповаю на тебя» – особенная книга Божьего милосердия. Каждый предмет тщательно вбирался, чтобы помочь паломникам пережить это событие особенно интересно. Брат Джон Клейн всегда ищет выдающихся приключений в своей жизни. Но даже он никогда не думал, что его любовь к Богу и музыке превзойдет его ожидания, и он будет играть на Всемирном Дне Молодежи уже во второй раз. Перестав искать земной славы, он изменил свою жизнь полностью, поступив в семинарию легионеров Христа. Но он не бросил музыку, а продолжал писать песни о Боге. Я очень хотел приключений в своей жизни, чтобы куда я ни пошел, я мог исполнять свою музыку. Но потом я увидел, что музыкальная индустрия очень поверхностна, и это побудило меня искать чего-то более глубокого, такого, которое не было бы так зациклено на себе. И это привело меня к молитве и к Богу, у которого я спрашивал, «Боже, что мне делать со своей жизнью?» И он получил ответ на свой вопрос, хотя не был уверен в начале, как это будет работать, ведь он не так представлял свою жизнь. Новый план на жизнь включал миссионерство, проповедь Евангелия, и, что удивительно, посредством музыки, которую он так любит. Я всегда думал, «Хорошо, я поступлю в семинарию, повешу гитару на гвоздик и больше не буду ее трогать». И это было нормально для меня, потому что я ее использовал, чтобы прославиться самому, поэтому мне казалось логично оставить это дело и посвятить жизнь Христу. Однако так не случилось. Наоборот, его страсть к музыке принесла отличный плод. Во славу Бога и на благо ближнего. И теперь брат Джун уверен, что Бог дал каждому свой дар для особой миссии, и что не нужно бояться, что монастырь отберет у тебя твой путь. Одна из любимых моих цитат Папы Бенедикта – это его фраза, которую он произнес в день избрания Папой. Он сказал, «Не бойтесь, Христос дает вам все и ничего не отбирает». И правда, когда Христос входит в вашу жизнь, если вы любите музыку, эта радость выражается в ней, и Бог не собирается это у вас отбирать. Наоборот, он даст вам еще больше. И это подтверждает тот факт, что брат Джон будет играть свою музыку во время Всемирного дня молодежи в Кракове в июле. Его время с 2 до 3 пополудни 27 числа на площади Марии Магдалины. Он все еще раздумывает над тем, что именно он будет играть. Но он уже уверен, что это будут хиты, которые заставят собравшихся проснуться и жить полной жизнью. Смотрите в следующей программе. Мы покажем вам, как Краков готовится к Всемирным дням молодежи. Все это гораздо больше в Ромрепорт для России. Субтитры подогнал «Симон»!